здорово друзья тайник 86 в этом видосе конечно не ништяки но дельные вещи давайте-ка разберем посылочку точнее и здесь 2 так самое первое самое простое вы помните я залил саму дешманскую синтетику которая не синтетика но типа движок помыть у веста вот и на замену этого масла надо в зиму заменить на нормальные ну либо просто зимой заменим посмотрим кстати как самая хреновая синтетика который стоит 2 500 лада ладовская в общем масло 540 справляется с морозами а на замену добрый старый генезис так 540 в нем я уверен но здесь уже присадочки то китайские я не знаю что будет и и вот самое такое интересное что я ждал это сцепление линукс наши современные реалий линукс наше все оригинальное я не заказал потому что цена цена и еще раз цена и не факт то что это будет оригинал потому что в оригинале что лежит валю но не знаю конкретно что сейчас лежит раньше было так на данный момент пробег у меня восемьдесят девять тысяч ну-ка заценим артикул цель 930 интересно какое здесь качество корзины диск сцепления ну-ка смотрим сам диск сцепления с этим по мне интересен в плане если сейчас его подергать пружинки будут болтаться или нет у нас почему такие звуки у весны и у гранты потому что вот эти пружинки изначально болтаются и плюс здесь это вот муфта она тоже болтается ну-ка да нормально нормально все сделано они даже здесь и не ездят так вот если сильно их крутить они конечно крутятся но все четенько и здесь вот тоже смотрите муфты это шестереночка как там назвать можно она держится очень жестко я понимаю это китай в японии там завод и делать такие запчасти типа это все японская но руками китайцев я понимаю но опять же ребята сач дорого стоит валева дорого стоит давайте отталкиваться от что-то реального корзина нет сначала подшипник кстати он как у валева небольшой наверно качественно все таки да мне кажется он в точности как у валева есть большие подшипники танку танк корпус конкретно побольше но их надолго не хватает а это наверно точная копия валева ну смазочка есть все четко подшипника подшипник выжимной корзина так ну корзин как корзина сколько лепестков раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать лепестков ну такие мощненькие лепестки здесь калка закалены наверно металл будет нормальной но кстати по моему мнению что-то какое-то сцепление маловато реально как будто восьмой блин япон жил семнадцать и в двенадцать двадцать два ну будем посмотреть в общем но насчет сцепление конечно чувствуется то что уже заканчивается не конкретно прям вот уже мы скоро хана нету но то что меня удивляет я со второй могу тронуться а когда и причем думаю что это первое а когда сцепление новенькое вы со второй не тронетесь машина будет козлить если конечно постепенно отпускать сцепление и тронетесь мягко вот а я уже замечал то что я забываю то что у меня вторая передача я травму не резко конечно но быстренько сцепление отпускаю и машина трогается плавно это плохо ну иногда даже стал так то что он на холодную стал козлить иногда вот мы пробег какой родной сцепление заканчивается на пробеге сто тридцать тысяч вот это сцепление говорят пройдет вот тысяч 60 ну в принципе в принципе мне это с моими пробегами 5-10 тысяч в год вполне хватит так это еще не все есть там тюнинг так я на одну машину привез ништяки и на свою на чужую но заодно покажу вам как это все установлено у меня и в каком это состоянии спустя получается наверное года два до либо полтора на полтора точно года покажу все по факту жабо заднего стекла так он универсальный из того что его можно как и на фиксаторы вставлять и не клеить на стекло и так же можно и на фиксаторы и клеить на стекло такая золотая середина это версия получается даже не 202.1 так дальше дальше честно мало помню что это заказывал а фильтр так это фильтр к маслу он заказал я чисто заводской биговский он все равно покачественнее чем норд фильтр а цена ну чуть дороже вроде на 100 рублей дороже так и заказал опять на ту машину уплотнители лобового уплотнителя лобового стекла от сколов и от льда найдемте вам покажу что с ними стало спустя полтора года и что стало с этой накладкой полтора года плюс-минус я их устанавливал в одно время и так смотрим накладочка это она стала выцветать базара нет она сразу в принципе стала выцветать и мой совет все-таки когда вы ее только что купили очень сильные и обезжирьте потому что там вот пластик он такой вот жирненький слегка как буду вы покрасили и такое чувство как будто это краска живая вот вы жесткой химии его протирайте и закрашивайте лучше черным матом и потом только клейте но тема работа кстати насчет натирает не натирает помните я показывал как правильно установить и вроде натирать не только в одном месте да вот в этом только в одном месте это за полтора года если устанавливается неправильно будет везде натирать а у меня только в одном месте это это наверное из того что крепление вот здесь вот тоже бы хорошо бы на скотч потому что здесь держится намертво когда температура повышается ну когда же жарко пластик он маленько подымается так вот и начинать тереть но только в одном месте это пофиг это фигня я вам кисточка подмажу все потом можно еще раз заказать уже новый и когда буду клеить опущу более ниже дальше резиночка все окей здесь вот прям базара нет не выгорает не уцветает все супер не трескается смотрится прям по заводскому также резиночка хорошо себя ведет на лобовом стекле и не трет лкп смотрите конкретно не трет из-за того что она не вставляется она не ходит резиночка просто фиксируется на двусторонний скотч все естественно тереть ничего не будет и так возьмем стоковую весу все поставим либо я это вам покажу либо все ссылочки в описании с вами был ник 86 всем пока и удачи одно из двух так ребята вот она стоковая вес то смотрите здесь еще резиночек нету пока сколов нету нужно сделать защиту вес то конкретно нового здесь как пробег тысяч 20 мощи целочка получается ребята вот и сюда будем клеить и также с этой стороны чтобы сюда лед не заходил и он здесь не долбил зимой так ну и тут получается эту полосу нужно закрыть вы либо резинку ставите ну типа такой ну либо берете нормальный пластик и сюда его приклеивайте либо просто вставляете защелки но вот ребята смотрите чтобы было лучше понятно есть защелки которые идут под стекло и вот такой бортик который заходит под резинку можете защелками можете без даже сейчас посмотрим принципе ну вот смотрите вот они сюда заходят и все но резинку нужно снимать ну что ребята смотрите здесь мы скотч маленько надорвали здесь вывели здесь все обработали резиночку сняли ну теперь будем сейчас вставлять jobo пока не прижимай сейчас я тут вот ставлю вот ну и все сейчас покажу что и как ну что тут уголочек мы держим чтобы точно все хорошо прилипло а здесь вот просто оттягиваем и прижимаем и мы уже просадили вот сюда максимально близко ну что все резиночку вставляем на место мы пробуем закрывать четко и зазорчик есть смотрите все четко но дальше уже эти резиночки ну вот ребята смотрите теперь как все у меня четенько все наклеили просто огонь уже видок есть и здесь уже лед не будет застревать и не будет долбить и здесь вот не будет застревать и кстати зазорчик вон есть очень все четко ничего терять не должно ну что ребята всем удачи пока ссылочки на ништяки в описании промокод ник 86 на скидку